С погодой, как всегда, повезло. Осень, но сегодня не об этом. Островно – самый настоящий агрогородок, правда, обозначение соответствующего, как это обычно у нас принято, я почему-то нигде не заметил. А ведь действительно Островно, словно некий остров в окружении нескольких озер, а трассы М3 как бы разделяет эти места на два яичка – северное и южное, между Витебском и райцентром Бишенковича – это самый крупный населенный пункт. Поля здешние усеяны наполеоновскими, немецкими и советскими артефактами. А само местечко упоминается уже примерно с 1500-х годов. Ну что же, давайте посмотрим, какое впечатление оставит Островно в 2023 году. С вами Виталий Устинович и путешествие в Беларусь. Да, чуть не забыл. Конечно, у меня для любимых зрителей канала есть небольшой презент в виде скидки в 10% в рыболовном магазине Fish.com.by. Вводите промокод SOMIARA на соответствующем сайте, магазина, и излавливайте рыбку с удовольствием. Доставка по всей Беларуси Fish.com.by я вам настоятельно рекомендую. Фу, ветер прямо в лицо. Вопреки многим представлениям, прошлые войны, как и современные, ведутся вдоль трасс, как правило, вдоль дорог. Потому как технику перемещать нужны, людей по полям, по лесам особо не набегаешься. Наступление будет слишком медленное. В конце июля 1812 года, вдоль вот этой трассы, которая сегодня, конечно же, заасфальтирована, наступал Наполеон. И знаменитая битва под Островной была трехдневная. Вот здешние поля и ущейные теми самыми артефактами, о которых я говорил. Естественно, тут и останки человеческие, и амуниция, ядра находили, пули. Победа осталась за французскими войсками. И всего лишь на один день, как утверждается, удалось задержать французские войска. Ну а дальше они уже подступали к Витебску. И была битва-переправа через Лучосу. Какое-то старинное здание. Ну, судя по архитектуре, ему примерно лет сто. Продам здание с участком 56 соток. Ну, наверняка это государство продают. Здесь вот суп Вядзерова написано. Что такое суп, напишите в комментариях. В первой четверти XVI века был заложен Островенский замок. А в 1622 году в Островно был основан монастырь доминиканцев. Поселение являлось собственностью рода Сапег. 4 апреля 1557 года в Островно родился тот самый знаменитый Лев Сапега. С 1772 года Островно в составе Российской империи. Центр волости Сененского уезда. В конце XVIII века в Островно насчитывалось 97 жителей. Ежегодно проводилась ярмарка. Как я уже говорил, в 1812 году произошла битва под Островно между французским авангардом и частями западной российской армии. С 2005 года Островно получила статус агрогородка. Даже вот имеются двухэтажные домики. Улица Молодежная. Отопление печное. Водонапорочка. И вышка связи. А вот памятник знаменитому Володе Ульянову, который провел в Островно несколько десятков лет своей жизни, после чего благополучно скончался, а благодарные потомки поставили ему памятник. Закупаем клюкву. 3 рубля килограмм. Вечелье. Кстати, гравитикски давно я такой минералки уже не видел. Ну, возьмем. Ну, вот где вы встретите в крупном городе вот такой вот напиток? Это ж классика в жанре. Да, с хлебом как-то не очень. Зато печенюшки есть. Ну, что в холодильнике. Какие-то пельмешки, котлетки. Соус томатный. Маленькое счастье. Порубленный. Ну, в принципе, как и в Витевске. О, носок томатный такой, где вы видели? Такой только в деревне найдешь. Тут что у нас? Напиток в спиртной крепкий дух. Интересно. Какие-то запалившиеся бутылки. Шампанское 11 рублей. Брэнди 12.80, а в городе 11.00. Труба котельный и храм Святой Троицы. Островно. И первоначально было построено... Это был костел в 1564 году королем Жегемонтом Августом. У вас упрощение, если ударение неправильно поставил. Вы можете сюда поправить меня в комментариях. Давайте подойдем поближе. Там какая-то даже табличка имеется. Ну, а потом, естественно, после раздела Речи Посполитой, это уже стала церковью, Святой Троицкой церкви. Место островно-исторический памятник архитектуры 16-х и 100 годья. Вот так вот. Вот какие-то ремонтные работы ведутся. Давайте широкоугольные переставим. Вот сколько лет этому кирпичу. Ну, я не про нижний ряд вот этот говорю сейчас, который более старый. Я думаю, что очень много. Даже какое-то отопление имеется. И золотые купола в московском стиле. На территории Беларуси первоначально, исторически, не принято было красить в золотой цвет купола. Это традиция российская. У нас купола делались деревянные. Ну, вот такая она церковь. Бывший костел. Островано большой поселок. Здесь есть даже второй магазин. Как мне кажется, более цивильный. Даже работает с девяти. В отличие от предыдущего. Ну, давайте посмотрим. Автобусная остановка. Вот, пожалуйста. Все как положено. Выходной вторник почему-то. Ну, что же. Зайдем. Здесь тоже закупают клюкву. Ой, запах подвала. Если честно. Так. Ну, я еще раз повторю. Где вы такие лимонадики еще увидите? Жигулевская рубль девяносто. Даже какая-то рыба. Но я побоюсь ее брать. Здравствуйте. Сгущенка 2,55. Так, колбаска. Что тут все спиртного? Вкусного. Крепкий орешек. Беренди. Так, а расписание. Витябус застарение. И Витябус сжигал и уже не ездит. Понят делок, шатвер. А уторок. В субботу не одели. Да. Ну, в принципе, добраться-то, конечно, можно. Но не так, чтобы уж сильно. Часто автобусы ходили. А он тоже как магазин. Чё, что это? Давайте посмотрим. А, нет. Островенская сельская врачебная амбулатория. Режим работы. Понедельник, пятница. Выходной, воскресенье. Ах, вот втягиваешь этот осенний, сырой, прохладный воздух. Все вот эти запахи белорусского леса. И прям молодей становишься. Ну, давайте же посмотрим, что есть в лесу недалеко от острова. Какие еще грибы этой поздней осенью нас могут встретить в лесу. Теоретически, конечно, грибов еще, в принципе, вполне должны хватать. Ну, вот я тут наблюдаю мухоморчик. Но мухоморчики нам сейчас не нужны. Что-нибудь поспучнейшее бы. Тихо стало ветер. Спал температура была, ну, чуть где-то плюс 3, плюс 4 градуса. Сейчас. Пройдемся, посмотрим. Грибов оказалось, на самом деле, это не очень-то в лесу и много. Вот случайно по дороге назад нашел масленок зернистый, пищевой. Ну, поскольку такое дело, тогда будем компенсировать дикоросами. У нас сегодня кислица, она же зайчья капуста. Вот такая вот травка, очень витаминная. Растет до самых морозов. Вы устраивайтесь поудобнее, а я буду рот проветривать. Пошло масло. Что мы сегодня будем делать? Конечно же, сегодня бульбная тема. Бульба на территории Беларуси, великого княжества литовского, появилась сравнительно недавно, лет 200-250 назад. На самом деле, вопреки расхожему мнению, простой народ, я еще чуть-чуть масла добавлю, не питался ей, в принципе. А первоначально вообще считалось ядовитым. Сейчас я вначале делаю мясо, режу и лук. Но закидывать буду первым делом лук, когда нагреется струляка. Потому что в луке много воды. Я хочу, чтобы он был все-таки немножко золотистым. Вот мясо нам даст жирок. Так, крупной фракции лучок пошел. Так чем же подпитались белорусы? Как я уже говорил, не картошкой, в принципе. Ну, я имею в виду простые, то есть они в деревнях простой лют. Каши всякие варили, те же самые дикоросы. Вот, крапива весной начиналась. О, пошло дело, видите, как зашипело сразу. Крапивка, корешки разные. Ну, в общем, все, что под нужный корм, да. Ну, и, конечно же, зерно. Зерно выращивали. Пшеница там, всякое такое. Ну, и опять же, те же самые грибы, вот, маслёны. Кстати, почему-то один и рос вдоль дороги. Вот, покуда у меня жарится. О, красота, они червивые. Да, и лес-то такой хороший. У меня вот так вот пожарил. Фу, пожарил, говорю, порежу. О, пошло. Лук. С грибочками. Какой все-таки сразу идет аромат? Да, вот этот порог, осеньный лес. Так, давайте попробуем минералку вечелью. Витебское областное общество потребления. Город Витебск. Ну, это ж не в Витебске добывается. Сульфатно-хлоридно-кальциево-натриево. Малой минерализации. Ушальский район. Угу, хорошо. В отличие от прошлого нашего путешествия, где я побывал в деревне Лёдце, там тоже добывают минералку. Ну, а Стровно немножко, конечно, будет побольше. Ну, здесь и место более выгодно. Во-первых, трасса крупная. Озера такие хорошие находятся. В Лёдцах там совсем озер. Ну, есть. Одно-два. Так. Что это, а? Сильно смахивает на обычную водопроводную воду. Газированную. С лёгкой солёностью. Ну, а я буду дальше свой рассказ освещать. Так, теперь пошло уже вот, схватилось это дело, пошло мясо. Я сейчас... Почему кидается мясо вот в раскалённое, надо, чтобы, да, обжарить? Происходит запечатывание. Мы сверху делаем снаружи корочку, а внутри соки мяса остаются. Так, сегодня у нас, видите, такая лесная тема. Бульба. Минералку я убираю, чтобы не загораживало обзор. Бульба идёт. Я её чистить не буду, она у меня помыта. Сорт Королева Анна. Шинкую её небольшими кружочками. Вот что ещё, вот так вот идёшь, смотришь, да. Витебщина у нас... Ой, упал. Деревни все. Ну, если 20-30 домов, это уже считается крупное, в отличие от Полесси. Просто я и бывал, и на Полесси, хоть сам я родом из Витебска. Ну, бабуля моя по линии матери, она с Кинского района. Вот. Ну, так вот, как я помню, в конце августа всё время ездили с мамой к ней картошку копать. Заливай на фронте, а. Ну, у неё вот такой огород там большой, участок разделён на три, забором так вот, чтобы животные, поросяты не перебегали, не топтали огород, калиткой, забором. Черносливов сколько там вот такие, маленькие такие, сладкие, ой, все деревья усыпаны. И там деревни большие, да, там и тысячи дворов встречаются. Одна деревня может плавно перетекать в другую. Ну, так вот, у неё был такой склеп. Вот что удивительное, я заметил, на Основительщине подобных склепов, в принципе, встречается редко. Там же, в каждом дворе, что такое склеп? Вырывалась огромная яма, сверху вот эта земля, что поднималась, ну, брёвнами какими-то крыши, делалась крыша, и сверху насыпалась опять же земля. Получался такой холмик и вход по лестнице. Ну, по высоте метра три, наверное, по глубине. Так вот, уже мяско наше запечаталось. Я, пожалуй, ещё одну бульбину возьму. Ну, и там примерно температура поддерживается, ну, сколько? Ну, градусов пять, может быть, плюс шесть. Есть специальное окошко такое сбоку для засыпки картошки. То есть мы приезжали вечером с картошки, там у дядьки москвич старенький был, вот мы на москвиче ездили на поле. Поле здоровое. И ты вот так вот стоишь раком, тяпка вот эту пару в этих борозд, и раком идёшь. Так окучивать, только наоборот, выкапывать. Потом приезжаем вечером, сбоку открываем это окошко, и сразу бульба прямиком туда. Что ещё вот удивительно, когда Советский Союз опять захватил западную Беларусь, красноармейцы были очень удивлены в 1939 году, когда они пришли, что они заходили в эти всклепы, а там что? Там и мясо тебе, и колбасы копчёные, и бульба эта лежит. Ну, а здесь, на востоке, тут таких, ну я очень редко видел. Вот в рубе как-то я снимал, возле руба, возле Витебска. Так, мясо наше уже запечаталось, можно закладывать в бульбу. Её бы, конечно, хорошо сейчас промыть, чтобы крахмал лишний удалить. Ну, ладно, уже не будем заморачиваться, оно тогда более рассыпчатое будет. В рубе как-то я снимал заброшенную деревню после постройки электростанции, там было отселение. И на удивление мне встретился на берегу Двины, вот как-то видео года два назад, оно есть на канале. Что же я снимал? Уже вот дай бог памяти не помню названия, но ну ладно. И там я обнаружил в заброшенном доме, да, склеп, который был даже ещё закрыт. Ну, хозяев отселили, склеп этот был закрыт на замок, ну, никто ничего не разворвал пока что. Прошу прощения. Так, вообще, по идее, мясо, конечно, нужно, чтобы оно так будет твёрдое, если вот просто его взять пожарить, тут либо отбивать, либо как-то вот притушить немного. Это вот вариант. Ну, сейчас вот давайте мы сделаем так, потому что по времени надо, чтобы мясо стало мягко, где-то, ну, минут 45-50 хотя бы варить. Так, этот ингредиент мы будем добавлять в самый конец. И прошу заметить, я ещё не солил. Вот сейчас я зажарил, а теперь смотрите, немного, я не зря взял минералку, немного добавим минералки. Огонь у меня на максимуме, потому что газ не очень мощный. Опа! Вот так вот. Мы её сейчас притушим для ускорения приготовления. Ну, что вот ещё вообще такие впечатления по Островному? Ну, скорее положительные, чем отрицательные. Школы крупные есть, хотя вроде бы пару лет назад какие-то там были проблемы то ли с крышей у неё там, то ли ещё что-то чекла. Даже вроде собирались как закрывать, но это просто было бы, конечно, чудовищно. По-моему, это было именно в Островном. Где-то я там у пресси читал. Ну, а в Лёцах, конечно, в принципе, тоже довольно-таки крупная деревня. Вот это я просто в сравнении так говорю. Но результаты что-то вообще выразительно отличаются. Да, много бабуля Царствия Небесного рассказывала, и когда немцы приходили, пришли, как было. Ну, исторически, что уже... Надо историю нашу знать, конечно же, и воспринимать её... Я бы сейчас хотел сказать пафосно слово «правильно», но это не подойдёт. Слово «правильно». Пожалуй, надо воспринимать её так, как есть, без уклона в какую-то сторону, да, то есть, как вот делается у нас периодически. Воспринимать, изучать вот так, как есть. Ну, и учиться на тех исторических ошибках, которые были. Так, по магазинчикам местным. Честно говоря, я в шоке. С одной стороны, в сельских магазинах можно отыскать какой-то эксклюзив. Ну, спиртного эксклюзивного я ничего не заметил, а вот какие-то напитки детские, там, да, в городе такого почему-то нет. Как так получается, что завозят в деревню, такие, ну, в принципе, они вкусные, вот, газировки, да. Но почему не найдешь в крупных городах, ну, по крайней мере, в Витебске я не видел. Решил взять бабушкин Сэм, ржаной, крепость 42, объем 0,5. Наливаем мы опять. Детелять зерновой, ржаной не выдержанная, вода питьевая подготовленная. Изготовитель пищевой комбинат Венреал, Беларусь, Витебск область. Агановка. Вот это да. Агрогородок Новка. Хорошо. Так. Вот конец октября. Золотая осень, как говорится. Хм, Новка. Ну, посмотрим. Так, запах. Запах, запах, запах. Почему я взял именно самогон? Пускай и заводской. Ну, потому что это традиционно деревенское питье, так сказать. Колонки ректификационные, ведь у нас в деревнях точно уж не было. Делали самогон. Ладно, что рот проветривает, давайте попробуем. Запах. Я бы сказал, вот хорошие самогонки, да? То есть, есть именно Сэм, который... тут, ну, давайте. А действительно ржаной. Пьется мягко. Ну, впечатление интересное. Да под заячью капусту осеннюю. Ой. Ну что, я сейчас посолю. Вот так вот. Хорошенечко. И мы вернемся через мгновение. Итак, для вас прошло мгновение, для меня целая вечность. Настало время закидывать нашу, хотел сказать, морскую капусту. Нет, заячью капусту. Она же кислица. Кладезь витаминов, под нужный корм. Вот так слегка ее разорву, чтобы она больше отдала своих соков и ароматов. Так. И еще буквально 2-3 минуты и можно будет дегустировать. Итак, ушаческую минералку мы попробовали. Витебский Сэм тоже попробовали. От бабушки настало время пробовать наши дикоросы. На самом деле заячью капусту практически уже и не видно. Но она такая прикольная, дает таким вот нити розовенькие. Это хорошо. Так. Мясо с бульбой. Вот что я говорил. Мясо протушилось. Оно, конечно, не стало идеально прям мягким. Но вкусное. Чувствуется немножко грибность. Я так скажу, маслонок отдал свой аромат. Заячья капуста в силу дикой природы. Ой, умер у соли. Отличное походное питание. Хм. Ну, давайте еще мяшку возьму. А вы пока чирканите комментарии, какой сорт картошки вы на зиму предпочитаете покупать. Я лично взял пять мешков Королевы Анны по 60 копеек. Хотя в некоторых магазинах не буду показывать пальцем. Видел сорт Скарп, по-моему, по 40 копеек. Ммм. Ну, круто. Легкая кисленька от заячьей капусты. Это хорошо. Простая деревенская пища. Питательная и полезная. Дающая много сил и здоровья, конечно же. Так. Я, с вашего позволения, отшлифую все-таки минералки. Вечелье. Минералка вот эта простая, легенькая. В принципе, пойдет. Как такой легкий летний вариант. Сейчас. Хорошо. Бабушкин Сэм. В принципе, тоже неплохо. 42 процента. Ну, действительно такая примерно классика самогоноварения. Да, нормальная вещь, ребята. На ушко. 9 баллов, я считаю, можно поставить. Но немного такое замечание. Действительно, сильно ржаная. То есть, если вы это не очень ржаную любите, вам не понравится. а так хорошо. Так, вот эти вот дикоросы вообще замечательны. Это бесценно. Ну, и лес вот этот осенний. К сожалению, у грибов мне сильно сегодня не дал, но все равно заряд бодрости, энергии такой. Действительно, когда ходишь вот по лесу, по осеням набираешься. Отдыхаешь душой. Это было путешествие в агрогородок Островно, Витебская область, Республика Беларусь. Ну, и кулинарное шоу небольшое по традиции. С вами был Виталий Устинович. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, спонсорам канала, конечно, отдельное спасибо. Ну, до следующих встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова